Студия Позитив представляет Сань, гордись! Теперь ты тоже дачник! Хорошо поработаем на даче, а уж потом поедем в город, там отдохнем До того, как я купил дачу, я думал, что это в городе работают, а на даче отдыхают Что это такое? Хорошо иду! А что происходит? Наши! Кто? Какие наши? Кто это? Дачники! Что творится? Привет, Маш! Привет! Привет! Здорово, ребятки! Здравствуйте! Как картошечку окутили уже, да? Да! Ой, хорошая погода! Ой! Благодать! Теперь я понимаю, что люди делятся на дачников и неудачников Слушай, что-то меня, что-то меня прихватило тоже немножко Да что-то, все нормально, все нормально Нет, вот как-то щелкнулось Да все нормально, Сань Может поедем тут обратно? Нет? Не-не-не-не Все-таки на даче Городок у дачи Да нет, дачка у меня отличная, сейчас увидишь Только ее обворовывают все время Все, сволочи, до последнего гвоздика выносят Ну я, знаешь, я придумал кое-что Я табличку повесил, на даче все украдено, все, порядок Что случилось? Табличку украли Ну что, дачу вы будете покупать или нет? Воздух сумасшедший Да Просто сумасшедший Да-да, воздух здесь, да Вот так всю жизнь мечтал купить дачу Мечты сбываются Мечты сбываются Да, какой воздух Невероятный А мне вот эти все эти цветочки, клумбочки, овощи, фрукты, грибочки Не, воздух главный Не, ну, воздух Потрясающе Конечно, действительно, воздух Здесь, да, воздух Воздух сумасшедший Так, значит, завтра я привожу задаток, завтра, да Что, только завтра? Угу Ну, по рукам Ой, какой воздух, только из-за воздуха, да Главное, это здоровье При таком воздухе Ой, главное Главное, чтобы настоящий хозяин завтра не приехал Воздух потрясающий Главное, это вы дачу сдаете? Господи, милый ты мой, какой же хозяин не сдает дачу? Иди сюда, иди, сейчас все покажу Ты только глянь, ты посмотри, прекрасный участок, хороший дом, соседи, замечательные люди, вообще не беспокойся А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Без соседей. Там у нас банька, прудик. Смотри, в кристи. Хороший. Мне понравилось. Городок у дачи. Бегу, бегу! Одну минуточку. Я бегу. Здрасте. Слушай, Интергенция, я твой сосед новый, если здесь вот дачу новую, соседнюю купил. Очень приятно. Ой, приятно тебе, это неприятно. Знаешь, это мне как-то вот забор, забор свой будешь переносить на два метра. Ну, в свою сторону. Понял? Не понял, почему? Что ты не понял? Что ты не понял? Что ты не понял? Тут все по плану. Это ты понял? Нет. Да не может быть. Может. Может. Я себе и план новый купил. Нет. Нет, так нельзя жить. Нельзя так жить. А что делать? Что делать? В чем смысл жизни? В чем смысл жизни? Эй! Селянин! Мужик! Как вы думаете, в чем смысл жизни? Ну, так и знам у дела, но настоящий мужик должен дом построить, раз, дерево посодить, два, и сына родить, три. Я вот дом строю вы. Народ прав. А мы, интеллигенты, так и будем всю жизнь думать, искать, колебаться. Дом, дерево, сын. Все, начну строить дом сам. Так, кирпичи, цемент, раствор, грязь. Ой, нет, нет. Дерево. Конечно, дерево. Надо начать с дерева. Лопата, саженица, земля, земля, удобрения, грязь. Нет. Нет. Ну, почему надо начинать именно с дерева? Родить сына. Конечно, надо родить сына. Девушка. Красавица. Ой, извините меня, ради бога. Или все-таки начать с дерева? Нет, с дома. Или с дерева. Нет, 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 дома. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Что-то я, что-то я не понял. Что ты возишься, а? Давай, кончай это дело, давай, забор переноси. Что ты мне флан нарушаешь? Ну, как вам не стыдно? Ну, вы поймите, ну, мы же все здесь соседи. Это кооператив. Это наша земля, она нас кормит. А, и будет кормить. Вы у меня все здесь землю сжрать будете. Ха-ха-ха. Товарищи, граждане, пожалуйста, пропусти. Это экстренный случай. Элечка. Эля, успокойся. Эльвира, успокойся. Доктор, спасите, я умоляю вас. Эля. Ну, Элечка, ну, возьми себя в руки, деточка. Да я сам говорю. Ну, помогите же, доктор. Да вы успокойтесь и объясните, что происходит. Доктор, это просто счастье, что рядом с дачей есть ветеринарный пункт. Надо что-то делать. Гаврюша. Гаврюшик, иди сюда. Гаврюся. Это Гаврюша. Гаврюша проглотил штопор. Эля, ну, пожалуйста, это мне самому плохо. Гаврюша, открой ротик, покажи дяде мой. Эля. Поймите, что я простой ветеринар, я не хирург. Боюсь, что я не смогу достать этот штопор. Не можете достать этот штопор. Ну, достаньте любой другой штопор. Всего одна бутылка. И та с пробкой надо что-то делать. Доктор. Извините ради бога. Вы знаете, вот мы с прежним соседом, мы здесь жили как в сказке просто. Мирно-мирно, тихо-тихо. Да ты не переживай. И мы с тобой будем жить мирно. А главное, тихо-тихо. Сказка о том, как серый волк стал мягким и пушистым. Жила-была красная шапочка. Вот она. И любила она в лес ходить, собирать цветочки, грибочки, ягодки, кустики и деревья. А-а-а! Фу! Ой! А-а-а! 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 Что, сесть больше некуда? Фу! Звать тебя как? Шапочка красная. Шапочка красная. Шапочка красная. Не боишься по лесу одна ходить? Тут всякие шляются, даже с оружием. Охотники там разные могут обидеть. Боюсь. Вот. Я очень боюсь. Но сколько я здесь хожу, на меня охотников нету. А ты куда ходишь-то? К бабушке? К бабушке. Она у меня болеет, а я ей пирожки ношу. Угу. Ну, я, в смысле, лечу ее, пирожки ношу, а ей все хуже и хуже. Странно. Все хуже и хуже? Угу. Это хорошо. То есть, это плохо. А чем болеет бабушка? Ну, ожирение у нее. Да, это у нас наследственное. Можно я твоей бабушке помогу? Я медработник, видишь? Я как раз по этой части, я спасу пенсионерку. Почему пенсионерку? Она еще работает. А кем? А я забыла. А ты вспомни? А я не помню. А ты вспомни. А я не помню. А ты вспомни. А я не помню. А ты вспомни. Ну, какая профессия у бабушки? Ну, пойдем, сам узнаешь. К бабушке? К ней. А пойдем? Ну, пойдем. Ну, пойдем? Ну, пойдем. Ну, пойдем. Ну, так давай. Давай. Бабушка! Бабуй! Чего тебе, внученька? А как твоя профессия называется? Я все время забываю. Ну, слово какое? Простое слово. Скорняк. Слушай, ты, юный натуралист. Ты еще не понял, с каким человеком ты дело имеешь? Так вот, я тебе расскажу. Ты имеешь дело с человеком, который может сделать с тобой все, что хочешь. Понятно? Сейчас вот как дам тебе по башке. Да чего? Да вы что? Чего? Да я шутил! Да я шутил! Я тоже человек! Я человек! Человек! Нет! Ах! 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 Господи! Жизнь замечательных людей. Великий русский биолог Иван Владимирович Мичурин много сделал для продвижения на север таких южных культур, как арбузы, дыни, персики. Именно поэтому на наших базарах появились грузины, узбеки, азербайджанцы. Иван Владимирович! Да-да! Вот Иван Владимирович, вот вы... Иван Владимирович, я... Я что? Я справа. Ага, да. Иван Владимирович, вот вы столько лет в науке, так сказать, а что же вас вдохновляло? Что я, что я... Любовь... Что? Любовь, а? Любовь, да-да-да. Любовь. Да-да-да. Красота. Вот что? Краса. Красота! Да-да-да. Конечно. Ну, вот говорят, это, глаза как сливы. Говорят, глаза как сливы. Говорят. Говорят. Да. А я вывел сливы как глаза. А вы сделали сливы как глаза? Вывел. Ну, да. А, вывели. Ну, да. Анютина глазка. Анютина что? Глазка. Анютина глазка. Глазка. Назвал... В честь Э? В честь кого? Эна. В честь жены? В честь жены. Господи боже. В честь жены. В честь. В честь. В честь ее. Глазеце. А, понятно. Так. Что еще там? Ну, я там. Щечки как персики. Кто? Щечки. Тих, тих, тих. Берегись себя. Щечки как персики. Персики, да. Угу. А вы вывели персики, сливы, как глаза, персики, огурец. Ну вот, судя по всему, Иван Владимирович, так сказать, для вас нет ничего невозможного. Ну и тем не менее, вы можете сказать, что ваша мечта сбылась? Я ничего не понимаю, что он говорит, а? А как? Вам же, кстати, вот про жену, она же вас просила что-то сделать. Жена. Жена. О, Господи. Значит так, Иван Владимирович, что ты говорила? Абру! У меня была одна мечта. Ух ты, арбуз. Арбуз, да. Ну это очень лично, это не надо описать. Я понимаю, не могу. Вы же знаете, что у женщин мужчины называют арбузами. Нет, не знаю. Ну-ка. Я всю жизнь мечтал вывести арбуз. Потрясающе. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Вы понимаете, да? Ага, ага. Не, ну очень сложно. Да-да. Очень сложно, очень. 50 лет работы. 50 лет работы. 50 лет работы. Но мечта осуществилась. Да. Да. В науке нет ничего невозможного. Вот, пожалуйста. Дочь, дочь. Аннушкой назвал в честь жены. Ты, гад, выходи давай. Давай собирайся и выходи. Сейчас ты у меня поменяешь эту свою дачку на тюрьму. Это ж надо, это ж нападение при исполнении. Ну, мы проведем следствие, а срок я тебе гарантирую. Я сержант. Сержант милиции. А я так думаю, что это будет не следствие, а служебное расследование. Это почему-то еще. А это потому, что вы сержант милиции, а я подполковник. А теперь, будьте любезны, пройдем к нашему забору. Слушай, дарит подполковник. Все нормальные люди в рабочее время что-то делают, а в свободное время отдыхают на даче. А вот жители нашего городка в рабочее время что-то делают, а в свободное время все, что сделали, переделывают. Отмену дают. Но все это спокойно, без шума и нервов. Что ты команду дал? Что там? Она щелкнула? Она щелкнула. Ребят, мы-то снимем передачу городу. Пишем. Юра, гасите. Я же сказал, чтобы все было как положено. Это интересно. Ты, Люба, превратилась в тыкву, когда тебе стукнуло 30. Ну, ребята, есть шо починить. Пишем. А как я полезу-то? Пишем. Я же не спросил, и что, удачно? А что ты сейчас спросил? Ах, на охоте, ты что, забыл? Да мне уже уходить надо сто раз, мотикут и бубу-бубу. Люлик, ты ж твою реприку не сказал. Какую? Ну, какую? Что ж я ухожу? Давайте, не сомневайтесь. Поехали. Разные. Это только в первый раз. Головы у всех разные. Я немножко затянул команду. Стоп. Фирма «Нереаль Париж» делает всем женщинам новогодний подарок. Новую маску для лица. Она защитит вашу морщину. Ваши мозги от забывания текста. И не спорьте, не надо спорить, Николя, не надо. Все эти... Ни приемник. Где телевизор? Только в обратном порядке. Как молодец. Обезьяна соображает. Кто еще хочет комиссарского тела? Полудра! Нет! Нет! Полудра! Полудра! Я хочу, чтобы тебя рушил. Пишем. Вольно! Вольно! Тихо все. Петрова, Анна Петровна. Сорокового года рожил. Какого сорокового? Переправься. Даже у меня мама тридцать пятого. А это вот брат моей сестры. Брат моей сестры, это я хорошо сказал. Брат моей сестры, это я. Кто у меня, мальчик или девочка? Ну, я не хочу вас расстраивать. Никого. Нет, почему? У вас большие неприятности. Что случилось? Дело в том, что ваш мальчик... Да! Мальчик, сын, мужчина, партнер. Брат. Я знал, что я приду к этому, давай. Я тебя глаз на живот натяну. Не надо глаз на живот, мамочка моя, не надо. Не надо. Ты давай это, спи, мужик. Тут ведь самое главное, это удача. А мы тебя от всего спасем. Если повезет. Ну, наркоз. Наркоз. Спи давай. Ах, как хочется вернуться. На нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо, на денек. Где без спроса входят гости, где нет зависти и злости. Милый дом, где рождение справляют и навеки провожают всем двором. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова